Крым всегда был в составе России. И то, что произошло во время Советского Союза, когда был передан Крущевым беззаконно Крым, это совершенно не означает, что он не оставался всегда. Крым был в России. И когда приходят временчики, и начинают переписывать тоже так же историю, есть высшая справедливость, божественная справедливость, есть сила и закон правды. И все возвращается на круги своя. Этот закон никто отменить не может. И то, что Крым так безболезненно перешел к России без выстрела, а просто потому, что люди захотели жить в составе России. И вообще-то, честно говоря, все началось, конечно, раньше, когда распался Советский Союз, когда мы были все вместе, и ничего не делили, а просто вместе жили. И по большому счету мы такими же все остались. А вот эта дележка кухонная, это мое, это твое, это просто семейная, скажем, дележка. Вы знаете, нет хуже, когда друг друга знают хорошо, муж и жена, самые слабые места, и то, что происходит с Украиной, с Россией. Понятно, что многие олигархи, которые потеряли в Крыму свои очень хорошие виллы, бизнес, доходные вещи. Но, вы знаете, когда был Крым украден у России, ну просто, ну нехорошо. Надо просто, Бог взял и отдал обратно. И поэтому уж извините, что мы так взяли обратно в Крым, поскольку нам просто его отдали. Но пускай все приезжают в Крым, украинцы, кто угодно, американцы, пускай все живут, пускай там отдыхают, пускай купаются. Давайте будем просто жить вместе, как жили мы раньше вместе. И ничего не будем вдраться. За что мы вдраться? Отдавать единственную свою жизнь за что? За какие-то интересы непонятно каких людей? Бред просто. И вспомните себя просто. Вспомните, как мы вместе были в пионерских лагерях, в школах, в армии вместе учились, и в институтах. И как нам было здорово. Ничего мы не делили. А что нам делить? У нас общая история.